здравствуйте захотелось мне вышить большую розу на стебле я нашла очень хорошие рисунки роз вот такую розу я нашла и вот увеличила ее вот такие красивые листья такой бутон не знаю ли буду делать бутон но лист такой буду делать вот здесь еще вот такая роза мне тоже нравится с какими-то такими вот всякими штучками это я еще не решила сама роза будет вот такой формы вот такая большая понравилось мне делать большие броши и такие большие броши они дают больше возможностей для творчества это больше экспериментальные такие вещи чем носибельные но и такое тоже иногда нужно делать чтобы развивать фантазии вот я сделала эскиз этой броши перевела ее на бумагу разделила ее на зоны на лепестки и и потом эти лепестки тоже перевела вот на отдельные записала номера всех лепестков своих вот шесть там два три и обязательно указала центр куда будут эти лепестки входить вот 3 он будет вот сюда вшиваться там второй будет шиваться вот сюда указала на всех этих лепестках номер потом вырезала из фетра вот такие кусочки и каждый кусочек обшила своей тряпочкой можно делать розу цветной в принципе я сделала черную но разную вот видите вот у меня золотистый такой есть вот черный шифон есть черный бархат разные есть розы вот здесь я уже начала их вшивать я просто хочу показать как я делаю этот лепесток вот видите уже не видно как сильно их нож они не обработаны еще как следует но они двусторонние вот они с двух сторон сделаны и внутри у них каркас вот я делаю каркас а потом я смогу эту розу выправлять и делать как я захочу лепестки вставлять но хочу показать вам как я делаю вот этот вот каждый лепесток что я делаю сейчас у меня на очереди вот я сделала уже 6 2 3 во первых к лепестки надо вставлять так чтобы нижние были потом выше и выше вот 6 у меня стоит потом 2 видите 1 я еще не вшила потому что 3 под ним как бы вот 1 у меня еще на очереди а 3 я уже сделай вшила сейчас покажу как я делаю первый он первый идет вот сюда должен зайти я уже вырезала из фетра его знаю что вот здесь должна быть проволочка и обшила его вот таким цветным золотым теперь открываю нет не открываю я делаю прямо с бумажкой чтобы знать где проволочка должна выходить у меня беру проволочку только что был краю вот он и смотрю вот здесь у меня край более или менее выкладываю по лепестку не обязательно прям делать но совсем лепесток можно сделать вот и так да и закручиваю вот это примерный мой лепесток потом его можно здесь вот немножко подровнять главное мне отрезать правильный кусочек проволоки вот когда он есть дурная привычка работать совсем в руках вместе надо все класть и делать все аккуратненько так вот отрезаю и сразу становится легче работать теперь я могу спокойно закрутить вот это место чтобы она у меня не болталась под руками краешек хорошо чтобы не ранил нас так смотрим вот сюда вот здесь вот так должна быть эта проволочка теперь я могу ее немножко по лепестку выровнять примерно вот так она должна выходить нитку в иголку и подшиваем ее сзади забыла вставить нитку в иголку перед тем как я вам показываю но вы меня простите секундочку и это будет сделано вот так так что мы делаем вставляю главное мне закрепить вот этот краешек вот здесь вот когда его закрепила вот этот краешек теперь я могу в принципе бумажку снять потому что я уже знаю где у меня выход лепестка вот бумажку снимаю она мне мешает и теперь начинаю потихонечку обшивать эту железку вокруг стараюсь так чтобы зацепить ниточкой ниточкой и ткань обшивки и фетр но не выйти на лицевую сторону фетра это возможность сделать это не проблема и вот так я подшиваю подшила по кругу еще немножко вот тут вокруг ножки металлической закрепляю это важно чтобы она никуда не ушла теперь мне надо сделать заднюю часть лепестка хоть его не видно но все равно я делал вот эти задние все части чтобы все было сзади тоже красиво как я делаю просто кладу ткань у меня есть такой трикотаж очень удачный он не сыпется кладу ткань обрезаю с припуском чуть чуть больше чем лепесток эту ткань вот так здесь чуть-чуть можно подрезать это лишнее можно эту ткань немножко смотря какая вас ткань да это в принципе не требует но я все равно делаю и и обжигаю со всех сторон она не сыпется этот трикотажная ткань у меня но я ее все равно выжигаю на всяк случай будет так и теперь подшиваю как я подшиваю я беру краешек загибаю а потом этот трикотаж очень хорошо ложится и хорошо опять же подшиваю вот здесь край вокруг железки все а теперь как ляжет в принципе просто подгибаю и подшиваю аккуратненько вот видите вот подшила и ничего не видно все внутри для меня вообще каркасные цветы делать одно удовольствие мне нравится вот такие вот конструкции которые можно выгибать можно сделать еще ряд стежков посмотреть где плохо захватилась но в моем случае этого достаточно вот этот лепесток розы должен идти сюда видите как роза сразу получается вот здесь я делаю дырочку оставляю ниточку да она мне еще нужна будет чуть-чуть куда у меня заходит от лепесток вот сюда здесь я делаю дырочку вот так шилом шилом и вставляю сюда лепесток вот ставила теперь загибаю его чем загибаю так чтобы я могла подхватить пришить чуть-чуть лепесток и эту железку вот смотрите я беру теперь и подшиваю вот железку и немножко лепесток вот так потому что в центре у меня будет еще сам центр розочки поэтому я могу немножко захватывать здесь так чтобы железка моего лепестка куда я ее дело только теперь надо проверить вот она да вот она у меня захваченная получилось вот так теперь смотрите я могу сделать и вот так у меня это роза будет еще нет основы розы сделанной основу я тоже поставлю на большую проволоку и так и когда я начну и сначала я сделаю все лепестки что мне еще остались у меня еще три лепестка тут есть когда их посажу я буду делать центр розы и когда я буду делать центр розы я вам покажу как я его делаю а в принципе вот так лепестки отдельно от розы от основной розы которую я тоже буду сажать на каркас металлический всю и наверное этот каркас у меня будет спиральный чтобы больше металла здесь было и тогда она будет более гибкая гибкая как говорится если делать только с краю не хватит надо делать или несколько вот таких петель тут и тогда можно каждую часть этой розы гнуть или сделать большую такую спираль и тогда будет весь металл гнуться вот я подумаю еще и покажу вам пока вот так а